Продолжение следует... Для начала я бы хотел спросить, кто из вас может быть знает, сколько рублей составляет бюджет Санкт-Петербурга, городской бюджет Санкт-Петербурга на 2018 год? Кто-нибудь знает сумму? Попробуйте догадаться, вот просто ради интереса. Представьте себе масштаб. Сколько? 10 миллиардов, первая заявка. 600 миллиардов, вторая заявка. В рублях, в рублях. Слушайте, давайте без кодов, давайте просто в рублях, в российских рублях. Хорошо, ладно, открою вам тайну, это 500... Сколько? 120, нет, не то. 500, сейчас я точно вам скажу, 538 миллиардов рублей за 2018 год доходная база бюджета. Консолидированные доходы бюджета Санкт-Петербурга. Если что, он дефицитный, соответственно, расходы больше, чем доходы. Но по объемам, если это пересчитать в евро, то это будет даже немного больше, чем бюджет Парижа, например. Бюджет Парижа, ну не всей метрополии, конечно, а вот этих 20 районов, которые составляют город Париж. То есть бюджеты, на самом деле, у Петербурга достаточно большие, крайне говоря. Когда международные эксперты по партиципаторному бюджетированию приехали сюда, им сказали эту сумму, у них округлись глаза и сказали, что же вы ничего не делаете. И с тех пор, значит, вот эта вот штука запустилась и начала работать. Она является частью вот этого вот странного слова, партиципаторное бюджетирование, очень трудно выговариваемого, но тем не менее. Это, в общем, давняя мировая традиция, на самом деле. Значит, что оно из себя представляет? Это процесс, в котором граждане обсуждают и принимают решения относительно части бюджетных средств. Любых городского бюджета, муниципального, районного, регионального, иногда даже федерального бюджета, ну или национального бюджета, если мы говорим про какие-то страны типа Португалии. Это очень давняя история. Все это началось в Бразилии в 80-х годах. Значит, при помощи левых, на самом деле, это левая партия бразильская, социалистическая, ну, рабочая партия, скажем так, левого толка, которая в 88-м году, придя к власти, поняла, что есть очень большие проблемы в бразильских городах, таких как, например, в Порту-Алегре, где в фавелах, трущобах очень тяжело жить людям. Там нет ни нормального здравоохранения, ни нормального водоснабжения, ни, в общем, каких-то условий для жизни, которые можно считать приемлемыми. Поэтому, что они сделали, они собрали людей из фавел и дали им возможность распределять часть бюджетных средств Порту-Алегре так, как они хотят. То есть выдвигать предложение относительно того, что в данном году, в конкретном бюджетном году, можно попробовать сделать, какие инициативы можно реализовать для того, чтобы жизнь стала лучше, скажем так. После этого эта технология, отработавшись на Бразилии где-то в течение лет 5-7, вдруг начала заинтересовывать другие страны мира, прежде всего, конечно, европейские страны мира. Западную Европу и Восточную Европу, и основной импорт этой технологии был произведен туда. И уже потом, на третьей волне распространения, добралось до России, Соединенных Штатов и Китая. То есть здесь, на самом деле, удивительным образом сработал интересный принцип. Мы привыкли, что в основном все инициативы в области демократии, так называемой, приходят к нам с Запада. В данном случае эта инициатива пришла из Латинской Америки, на самом деле. И добралась до таких, скажем так, развитых западных демократий, как США и Великобритания, очень поздно. Уже на рубеже десятых годов вот этого века. Сейчас в мире очень много таких городов и сел, которые реализуют подобные программы. Их более полутора тысяч в более 40 странах мира, на самом деле. Россия присоединилась к этому где-то в 2005-2010 годах, но я чуть попозже об этом скажу. Как это проходит, я так вкратце, чтобы не даваться в детали, я объясню буквально вот сами принципы. Есть два больших принципа, по которым мировые практики бюджетирования распределяются. Есть бразильская модель массовая, где есть система ассамблей, из которых выбирают делегатов, которые собирают идеи, потом переносят их на следующий уровень. То есть, допустим, у вас в местном сообществе есть какая-то группа людей, которые хочет что-то предложить. Они выбирают делегата, он едет на городское собрание, предлагает там свою идею и в итоге там это отбирается потом через определенную систему голосования. И в итоге таким образом финансируется или реализуется. Есть другая схема, которой придерживаемся мы, скажу заранее в Санкт-Петербурге, схема с комиссиями, то есть ну или вообще с мини-группами какими-то, где подобная инициатива обсуждается в более узком кругу, но более длительном что ли процессе, когда люди имеют доступ к определенной информации, имеют доступ к обучению. И вообще как бы мы ориентируемся на этот путь, потому что он позволяет создать некую площадку для обсуждения гражданских инициатив, прежде всего, и для выработки какого-то более, скажем, взвешенного подхода к их решению. Потому что наша, скажем так, идея в том, что нельзя просто прийти и предложить какую-то инициативу, нужно понять, как ее проработать, как ее довести до уровня реализации, так, чтобы она была понятна как и гражданам, так и чиновникам, прежде всего. Если так буквально в целом осветить, зачем это все нужно и почему это стало таким распространенным явлением в мире, прежде всего, конечно, это средство, которое позволяет, или инструмент, который позволяет дополнять существующую представительную демократию. Мы наблюдаем в течение последних, может быть, лет 50 падение явки на различных уровнях, на выборах различных уровней, в том числе и в Европе. Довольно сильная, на самом деле, если считать с 50-х годов прошлого века. Люди, есть такая тенденция, что людям сложнее ходить на эти выборы по разным причинам. Есть тут много разных споров. На мой взгляд, на самом деле, просто сейчас, например, в жизни европейцев достаточно много выборов. Потому что есть местные, есть национальные, есть в некоторых странах президентские, есть выборы в Европарламент и так далее. И здесь, конечно, очень сложно понять, кто конкретно тебя представляет на уровне депутатов. Поэтому ПБ, я буду это сокращать именно так, чтобы не произносить каждый раз партиципаторное бюджетирование, потому что тяжело будет. ПБ позволяет принять прямое участие в решении каких-то вопросов. Понятно, что самым распространенным средством прямой демократии является референдум, но мы не можем референдум запускать по любому вопросу. Если мы хотим парк открыть или если мы хотим что-то в городе поменять, мы не можем каждый раз референдум крутить. Это дорого и не очень эффективно. Так делают только в Швейцарии, но в Швейцарии это отдельный случай. То, что ПБ позволяет решить точно, это создать площадку для диалога или наладить диалог между властью и обществом. Это проблема не только в России, это проблема во всем мире, естественно. Эти две сущности не очень хорошо друг друга понимают, потому что они говорят на совершенно разных языках. Очень сложно, по опыту знаю, привести их за один стол и обсудить какую-то проблему, просто потому что они друг друга не понимают. Это нормальное явление абсолютно, потому что чиновники, будучи профессионалами своей области, говорят на одном языке. Граждане совершенно не нужно им знать о том, о чем знают чиновники. И в этом смысле нужно говорить как-то более о таких содержательных вещах, которые, ну грубо говоря, есть общая площадка для этого диалога. Она называется «Горожанин». Потому что и чиновники, и граждане, как правило, являются горожанинами одного города, если простите меня за тавтологию. В данном случае такие проекты, подобные твоему бюджету, ну и вообще в целом в мире, они позволяют такие площадки создавать, они позволяют этот диалог налаживать. Есть, конечно, очень много проблем в разных странах, которые связаны именно с, ну скажем так, с уровнем говорения, с уровнем публичных дебатов, с уровнем публичной дискуссии. В России эта проблема очень острая, потому что действительно, ну я вам скажу заранее, люди, которые приходят к нам на бюджетные комиссии, им очень сложно говорить публично. Это раз, им очень сложно обсуждать, какие технические дали, это два, им очень сложно договариваться, это три. Вообще культура договора, она у нас в России, к сожалению, она не очень развитая, скажем так. С ней очень тяжело работать именно с понятием договора, да, и с понятием того, что нам что-то нужно отдать для того, чтобы достичь компромисса в реализации, например, своей идеи или своей инициативы. Это не всегда есть в наших головах, и с этим нам тоже нужно работать, когда мы делаем такие программы. Значит, ну еще одна интересная особенность — это развитие местных сообществ. На самом деле в очень многих программах, которые нацелены именно на какие-то маленькие территории, скажем так, или местные сообщества, которые живут там в каком-то районе или в каком-нибудь селе, такие программы работают очень хорошо, потому что, во-первых, это возможность всем увидеться и узнать на самом деле, что оказывается эти люди живут рядом с тобой, что очень актуально в некоторых домах Санкт-Петербурга, больших многоквартирных, когда ты не знаешь, что живет у тебя на личной площадке, не говоря уже в целом о подъезде или парадной. Соответственно, подобные программы — это очень большой социальный лифт, скажем так, да. Если ты участвуешь в них, ты можешь, ну, например, ты можешь понять, какие интересы есть у людей, которые тебя окружают, понять, действительно ли твои идеи пригодятся тем людям, с которыми ты это обсуждаешь, и вообще, в общем, достичь какого-то понимания того, кто живет вокруг тебя. Ну, это, например, фотография из Белоризонти, из бразильского города Белоризонти. С чего все начиналось? Я возвращаюсь в Бразилию, да, вот представьте себе, это фавела. Это фавела, причем не самая плохая. Здесь дома из кирпича, заметьте. Во многих фавелах дома строятся из непонятно из чего, из картона, из каких-то там фанеры и так далее, то есть то, что было под рукой. Здесь это еще ничего. И можно понять о том, что когда ПБ вводилась, у нее была совершенно явная социальная направленность. Служба была делать что-то вот с этим. Вот то, что вы видите, там рабочие копаются в земле, да, это на самом деле один из партиципаторных проектов. Они строят дорогу на месте вот этого вот непонятного, как бы это назвать, тропинки, наверное. Вот, они будут ее асфальтировать, соответственно, для проезда автомобилей и для прохода. То есть началось это все с достаточно таких инфраструктурных, я бы сказал, базовых проектов. Но потом, потом, да, это вот просто на самом деле пара примеров, которые в Бразилии реализованы. То есть дороги, комьюнити-центры, больницы, какие-то вот, например, там лестницы, которые позволяют забраться на холм, на который раньше нельзя было забраться и так далее. Вот. Все началось оттуда, но пришло к уровню, например, Нью-Йорка. В Нью-Йорке одна из самых успешных программ ПБ в мире, которая длится уже 5 лет, которая сейчас, на самом деле, даже это немножко уже старые данные, потому что в 2015 году там было 27 районов, сейчас чуть больше, и распределяемые средства от 30 миллионов долларов выросло до 50 миллионов долларов. Это довольно серьезные деньги. Вот. Соответственно, Нью-Йорк, понятно, это не Белоризонт. И там нет вот такого, вот такого. Вот. Там немножко другая городская среда. Поэтому инициативы жителей перетекли несколько в другую плоскость. Те инициативы, которые выдвигают нью-йоркцы, они связаны там, скорее, со спортом, с экологией, с дорожным движением иногда, с какими-то социальными проектами, то есть для социально защищенных слоев населения и так далее. То есть ПБ проделала, на самом деле, большой путь. От вот таких базовых решений, базовых задач инфраструктурных для того, чтобы сделать хотя бы минимальные, создать минимальные условия для жизни, до больших сложных комплексных проектов, которые в том числе реализуются и в очень крупных городах, таких как Нью-Йорк, ну и Санкт-Петербург, соответственно. Вот. Программы позволяют решать и те, и другие задачи. Значит, теперь немножко совсем расскажу про российский опыт, потому что не хочу много времени уделять на описание разных всяких программ. Их существует огромное множество сейчас. Это вот буквально срез того, что сейчас происходит в российских регионах. Программы разные, программы ПБ распространяются по разным регионам, в том числе благодаря усилиям Министерства финансов Российской Федерации. Вот. И сейчас, ну примерно да, вот от 60 до 20 условия вот этих зеленых, максимально зеленых регионов можно считать активными. То есть это те регионы, в которых реально происходят какие-то программы, утвержденные региональными правительствами, в которых действительно выделяются деньги, которые действительно тратятся на инициативы жителей. Это, в общем, так. Это вот действительно правда, в это сложно поверить, но это действительно так. То есть я лично обозревал несколько из этих программ и видел все эти объекты, которые были построены, и видел как бы все собрания, которые проходили для того, чтобы это было сделано. Сейчас несколько еще регионов пытаются к этому делу присоединиться. Якутия, которая здесь с аллатым цветом, она уже начала в этом году делать свой проект, и там достаточно активно он развивается. Но пока рекордсмерно является Сахалинская область, которая здесь вообще не отмечена. Она вот внедапно возникла. И, соответственно, сейчас у них объем регионального финансирования состоит 1 миллиард рублей на инициативы граждан. 1 миллиард рублей. Это немаленькая сумма, на самом деле, даже в масштабах одного региона. Поэтому разная степень успешности, разная степень вовлеченности, разный дизайн. Немножко совсем по финансовым показателям, потому что это тоже очень интересно. Значит, есть разные программы в России, и часть из них включает в себя софинансирование со стороны людей, населения. То есть люди участвуют деньгами в том числе. Значит, делается примерно так. Есть региональный фонд, из него выделяется какая-то часть на софинансирование инициативы на местном уровне. Также докидывается часть из муниципального бюджета. И также, соответственно, есть вклад граждан и бизнеса. Вот примерно от граждан и бизнеса, примерно от 5 до 15%. Вот это такая средняя, средний такой показатель. Вот. Соответственно, это, по-моему, в 15-м году было собрано 884 миллиона рублей в разных регионах с населения. То есть это все деньги только физлиц. И юрлиц, в смысле, если бизнес имею в виду. Соответственно, объем субсидий на региональную, объем региональных субсидий составил 1,5 миллиарда. В 15-м году это было совсем вот на старте распространения их программ. Сейчас одна региональная программа у Сахалина, это миллиард. А это была общая. Вот. И в целом, соответственно, это было там в районе около 3 миллиардов рублей. Значит, для сравнения, в 131 законе нашем про муниципальную власть, есть норма, которая называется самообложение населения. Самообложение населения достаточно неэффективно, потому что оно подразумевает все следующее, что, грубо говоря, люди просто скидываются на что-то и сами заказывают какие-то там реализацию своих идей, грубо говоря. Ну, то есть, грубо говоря, вы скидывались, да, и приехал подрядчик, не знаю, на строительство, и вот он там что-то построил на ваши деньги. Вот. Это крайне неработающая норма. И за все, сколько их там сейчас, 12-13 лет существования, нет, больше даже, 15 лет существования этого закона, 131-го, она собрала, если мне не изменяет память, около 600 миллионов за все 15 лет. 884 миллиона было собрано только за один год. О чем это говорит? О том, что есть уровень доверия подобным механизмам, когда люди действительно веют результат. О том, что они не просто сложили деньги, и они ушли куда-то непонятно куда, а он действительно появился. Вот там, не знаю, мы скинулись на детскую площадку, добавил какие-то деньги мунициплине, добавил какие-то деньги региону, бац, она через год построена. Совсем вкратце я расскажу. Минфин называет это инициативным бюджетированием. Это те организации, которые занимаются распространением этих практик в России. Минфин и НИФИ, так называемые, научно-исследовательский финансовый институт Министерств финансов, там есть центр инициативного бюджетирования, они распространяют этот опыт на разные регионы. Называют его инициативным бюджетированием. Есть две программы. Первая — это программа поддержки местных инициатив, которую делает Всемирный банк с 2005 года, наши коллеги. А есть вот то, что мы называем партиципаторным бюджетированием, то, что делаем мы совместно с Комитетом гражданских инициатив. Начали мы это делать в 2013 году. С двух городов. Сосновый гор Ленинградской области, может быть, кто-то слышал про него, и Череповец в Вологодской области. Соответственно, в обоих городах до сих пор продолжается программа, уже без нас. Мы там поучаствовали два года и потом передали всю методику и все наработанные материалы, и они теперь занимаются сами этим. Теперь про Петербург, потому что это самое интересное. Значит, с Петербургом мы начали работать в 2016 году. Это большой вызов на самом деле, потому что это первая программа подобного уровня в России в городе федерального значения. Как мы знаем, у нас в стране сейчас существует три таких города. Ни в Москве, ни в Севастополе таких проектов нет. Соответственно, то, что это город федерального значения, это отдельные тяжелые задачи, потому что система управления этим городом очень сложная. Она многоуровневая, она непонятная со внешней стороны, и когда ты начинаешь пытаться заниматься этим, это очень неочевидно, на первый взгляд. Я вам расскажу пару примеров, когда это действительно может поставить вас в тупик, скажем так. Как это проходит? Вот быстро, буквально по деталям, по технике, то, что мы делаем сейчас. Значит, каждый год у нас запускается программа сбора заявок, сбора заявок на участие в проекте. Проект называется «Твой бюджет». Значит, в этом году это были все 18 районов Санкт-Петербурга. И реализация у нас порайонная. Значит, мы собираем эти инициативы. Потом в этом году мы выбирали 6 районов из этих 18 по количеству заявок. И потом в них происходит следующее. Происходит процесс, который называется жеребьевка. Значит, мы жеребием выбираем из пула заявок, которых там может быть от 100 до 500 где-то примерно на район. Сейчас вот какие-то такие цифры. Мы выбираем жеребием бюджетную комиссию, которая состоит из 20 человек основного состава и 20 человек резервного состава. То есть 40 человек мы выбираем, там условно говоря, из 300, например. Значит, почему мы это делаем? Почему жеребием? Делаем мы это потому, что нас интересует работа с гражданами, горожанами в форме бюджетных комиссий, когда есть возможность в малой группе обсуждать те инициативы, которые выдвигают граждане. Это делается для эффективности их обсуждения. Я расскажу потом, как мы достигаем этой эффективности. Почему жереби? Потому что это самый беспристрастный, наверное, способ отбора тех людей, которые будут участвовать в этом процессе. Значит, это очень, на самом деле, несложно провести аналогию между бюджетными комиссиями и судом присяжных, например. Суд присяжных, как вы знаете, тоже выбирается жеребьевкой, выбирается компьютером. То есть, например, у него есть какая-то база адресов, и он случайно выбирает тех, кому потом приходит вот такая бумажка, вот вы выбраны на участие в суде присяжных. Проходите, пожалуйста. Мне вот лично такая приходила. Не знаю, как вам. Проходила или нет. Ну, может быть, еще придет. Соответственно, если можно вершить уголовное правосудие таким составом, а состав суда присяжных примерно таких же размеров, почему нельзя вершить правосудие бюджетное, если там осудить человека, мы не собираем весь Нью-Йорк и не говорим о том, что вот давайте все решать, виновен этот человек или нет. Та же самая логика есть и в этом процессе. Соответственно, после того, как мы выбираем этих людей в бюджетную комиссию, они проходят через 4 месяца ада, на самом деле, просто жутких, страшных и тяжелых работ, которые потом в результате могут привести к чему-то хорошему. Значит, это занимает 4 месяца. В этом году это займет 4 месяца. В этом году у нас закончился прием заявок 28 февраля. Жеребьевки состоялись там в первой-второй неделе марта и комиссии начали работать с середины марта. Значит, и вот сейчас они начали и они закончат где-то к концу июня примерно. Значит, они проходят через несколько блоков. Заседания общие, где они обсуждают инициативы, консультации с чиновниками, с районами, где они конкретно располагаются, лекции, причем там достаточно серьезный набор лекций, я вам потом покажу каких. Экспертиза, экспертиза их инициатив в органах исполнительной власти, как в районах, так и в городских комитетах. И презентации голосования. То есть мы выбираем, точнее не мы, а члены комиссии выбирают инициативы, которые прошли экспертизу, которые одобрены органами госпластия Санкт-Петербурга к реализации. То есть органы госпластия говорят, ну мы готовы реализовывать вот это, вот это и вот это. По разным критериям, не просто так, естественно, об этом я чуть дальше скажу. Соответственно, вот эти 4 месяца занимает вот этот весь процесс, потом реализация этих инициатив занимает бюджетный год, а то и два, в зависимости от сложности инициативы. Немножко цифр. В 2016 год было два района пилотных, Васильостровский и Центральный, и была сумма всего в 20 миллионов рублей, по 10 миллионов на район. И у нас было 80 человек, которые в итоге все дошло до 11 инициатив. В 2017 году это 50 миллионов рублей на 5 районов, Адмиралтейский, Васильостровский, Московский, Петроградский, Центральный, 250 человек и 17 инициатив победителей. В 2016-2017 году районы выбирали с правительством Санкт-Петербурга сами. Что захотели, то и выбрали. В 2018 году схема отбора изменилась, стало 90 миллионов рублей на 6 районов города, Васильостровский, Невский, Приморский, Пушкинский, Фрунзенский и Центральный. Эти районы были выбраны, как я уже говорил, по конкурсу. То есть мы собирали заявки со всего города и собрали 5,5 тысяч заявок от трех, чуть больше, чем 3 тысяч человек, значит, которые распределялись по районам, и те районы, которые набрали большее количество заявок, те, собственно, и прошли вот в эти 6 районов. Там сейчас участвует 240 человек и победят до 18 инициатив. Есть норма по 3 инициативы сейчас на район. Вот так выглядит примерно разбивка. Ну, здесь сложно, в общем, на самом деле понять, потому что это сайт комитета финансов по бюджет.спб.ру. Рекомендую всем зайти, чтобы посмотреть на идеи и вообще, как они распределяются. Соответственно, ну, понятно, что очень много инициатив касается центральной части города, естественно. Вот, хотя не все, потому что есть, соответственно, большие спальники типа Приморского, Московского, Фрунденского района, набирали очень много инициатив по инфраструктуре непосредственно, которая находится в этих районах. Ну, вот, соответственно, то, что ждет этих людей в ближайшем будущем. Да, как я говорил уже, заседания комиссии, в частности, которые посвящены обсуждению инициатив. Вот эти 40 человек там сидят, и у них будет примерно от 10 до 15 заседаний в каждом районе раз в неделю, а иногда два раза в неделю, на протяжении четырех месяцев, по вечерам. Значит, у каждого района свое расписание. Вот это так примерно выглядит. Это фотография сегодняшнего, в смысле этого года. Это, в общем, вот такой круг с модератором. Там сидит наш модератор, который ведет эту дискуссию, не дает ей превратиться в полный бесконечный базар. Все это идет по очень жестким правилам. Там есть регламент заседаний. Каждому дается определенная часть времени, минуты две или три. Если он выходит за эти рамки, его прерывают. Вопросы задаются только по порядку, только по поднятию руки. Ну, в общем, все стандартные вот эти вот процедуры, да, групповой работы какой-то, которые могут вынести дискуссию в какое-то содержательное русло. Значит, людям это очень не нравится, скажу заранее. Не все привыкли так работать. Мы это прекрасно понимаем. Вот сжатая, очень эффективная во временном отношении схема, мы, ну, нам тяжело к ней привыкнуть, да. Понятно, что потом через два, три, четыре, пять заседаний ты уже привыкаешь, понимаешь, что вот так можно делать, можно говорить такими-то фразами, можно отвечать на вопросы, задавать вопросы, отвечать на вопросы в таком-то формате. То есть, в принципе, ну, этому можно научиться. Это не какая-нибудь там, не беном Ньютона, да. Это очень, ну, несложная вообще схема, по которой можно работать. Но люди устают, конечно. Поэтому у нас есть полчаса до заседания, полчаса после заседания, когда они могут поговорить в свободном формате и избавившись от этих оков, которые их сдерживают, и регламента, который регулирует их взаимодействие. Это, если не ошибаюсь, Пушкинский, Трунзенский и Центральные районы, которые вот обсуждают свои инициативы. Вот уже там, не знаю, буквально там пару недель назад это было. Лекции. Значит, лекции самый важный элемент. На самом деле, он сильно отличает программу в Санкт-Петербурге от других программ в мире, потому что очень мало программ нацелено именно на образовательный элемент. Значит, лекции у нас выглядят примерно так. Во-первых, это распределение полномочий, которые читают у нас главы районов. В этом году их будет читать глава Адмиралтейского района Светлана Викторовна Штукова и глава Василия Островского района Евгения Киселева. Забыл отчество, извините. Значит, во-первых, это все публичные предприятия, как и заседание комиссии, так и лекции. Так что я крайне рекомендую туда сходить. Это очень интересно. Первая лекция про распределение полномочий рассказывает, как устроена власть в Санкт-Петербурге. Это не очевидно на самом деле. Значит, я немножко как бы так анонсирую, да, как это будет. Кстати, у нас лекция как раз штуковая будет в понедельник 9-го числа в 19, кажется, часов в помещении администрации Адмиралтейского района. Если что, приходите к нам в группу ВКонтакте, записывайтесь и поучаствуйте. Это уже жутко любопытно. Значит, Санкт-Петербург, город федерального значения, он является регионом российским. И у него есть, соответственно, свое правительство, губернатор, вице-губернаторы и городские комитеты, отраслевые органы исполнительной власти, так называемые, которые занимаются разными сферами городского хозяйства и не только. Тут благоустройство, транспорт, здравоохранение, социальная политика, архитектура и так далее. Значит, это отраслевые органы. Есть территориальные органы исполнительной власти, это районы, администрации районов. У каждого района есть глава, у каждого главы есть совместители, и у них есть тоже отраслевые отделы. Отдел по благоустройству, отдел по соцзащите, ну и так далее. Это еще не все, потому что есть еще муниципалы. Есть 18 районов в городе Петербурге и 111, по-моему, муниципальных образований, или 114, где-то в этих пределах. Муниципалы, которые, ну, их примерно по 6-7, иногда чуть больше в каждом районе. Значит, у них полномой, они формально независимы. Это формально независимая, ну так скажем, что это ветвь власти. Они формально независимы от города, но на самом деле, по факту, конечно, они очень тесно связаны с ним. Значит, у муниципалов очень мало полномочий. Их полномочия включают в себя благоустройство, да и то не все. Значит, какие-то социальные вопросы, безопасность теперь уже, и еще сейчас им добавили патриотическое воспитание, что-то в этом роде. В общем, у них не очень много возможностей и не очень большие бюджеты. Хотя не везде. Есть несколько муниципалитов с достаточно большими бюджетами. Вот это все надо объяснить. Причем, что это очень не так легко объяснить, потому что, например, очень сложно объяснить, чем отличаются полномочия одного городского комитета от полномочий другого городского комитета. Например, у нас есть комитет по транспорту, есть комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Это два совершенно разных комитета, которые занимаются совершенно разными вещами. Комитет по транспорту занимается транспортом, общественным транспортом в основном. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры занимается дорогами, пешеходными в том числе, велоинфраструктурой и разными территориями, которые прилегают к этим территориям, к этим дорогам и к полосам движения. Не всегда понятно с внешней стороны, если ты смотришь на часть дороги или часть, допустим, пешеходного тротуара, кому она конкретно принадлежит. Этому комитету или другому. Знаете, сколько у нас в городе комитетов? Сейчас второй раунд вопросов. Попытайтесь догадаться, сколько в городе, в Санкт-Петербурге городских комитетов, которые входят в правительство. 40. Еще? 20. Правильного ответа не знаю даже я. Их немножко больше 40. Последняя версия, которую я слышал, была 44. Они постоянно меняются, они постоянно объединяются или наоборот разделяются на разные. Им постоянно перекидывают полномочия. И это очень живая материя. Например, недавно все исследования, маркетинговые, социологические, неважно какие, которые делаются для города, перешли в полномочия комитета по информации. КИС. Комитет по информации и связи, по-моему, называется. Не, если я не ошибаюсь. Вот. Там комитет по благоустройству. Санкт-Петербурга не занимается благоустройством. Он занимается обслуживанием тех или иных территорий, которые благоустроены. Если вы приходите к нам в комиссию и вы хотите, допустим, представить нам проект благоустройства какой-то территории, ну, например, парка, комитет по благоустройству не будет этим заниматься, потому что он занимается обслуживанием. То есть стрижка газонов, да, там, рубка деревьев, если это необходимо, высадка цветов, ну и так далее. Соответственно, это вот действительно очень сложная материя, и в ней нужно вот разобраться для того, чтобы двигаться дальше. Дальше лекция по госзакупкам 44-му закону федеральному. Понятно, что все деньги, которые тратятся с гораздо такого бюджета, проходят через этот закон, через эту процедуру тендерную. Это тоже отдельная и очень интересная тема. На самом деле мы рейтингуем наши лекции, мы спрашиваем членов бюджетной комиссии, какая лекция вам понравилась больше, какую оценку вы поставите, почему, ну и так далее. Лекция по закупкам самая популярная во все три года, потому что она наглядно показывает, как именно работает российская власть. О том, что если вы захотите, не знаю, например, ну вот вы пришли к нам, и вы хотите какую-нибудь спортивную площадку классную сделать, какую-нибудь такую, чтобы были там модные тренажеры для того, чтобы не можно заниматься и так далее. Вот вы придете к нам сделать эту инициативу, она пройдет все согласования возможные, вы выйдете на тендер. Значит, тендер выиграет не та организация, которая предложит лучшие тренажеры, а скорее всего та организация, которая предложит за них меньшую цену. И это основная специфика, скажем так, этого закона, и можно сказать, что его недостаток, потому что иногда цена значит гораздо меньше, чем качество. Соответственно, есть разные способы составления конкурсной документации, которые позволяют там как-то этот эффект балансировать. Все это рассказывается на этой лекции. Крайне интересная и крайне занимательная. Соответственно, там же проходит тренинг PRGIS, это оригинальная геоинформационная система, очень полезная в городе Петербурге, когда можно на карте участки посмотреть, кому они принадлежат, кем они обслуживаются и что там можно делать. Есть закон о зеленых насаждениях общего пользования. Например, и когда мы видим, что участок, который предлагает тот или иной гражданин, попадает туда, мы сразу понимаем условия использования этого участка. Как правило, на зеленых насаждениях общего пользования запрещено ввести какое-либо строительство, кроме временного. Ну и тоже там есть разные детали. Лекция по бюджетному процессу понятна, что такое бюджет Санкт-Петербурга, как он формируется и на что он тратится, грубо говоря, тоже очень информативная лекция. Кстати, тоже интересная подробность, которую я узнал во время этого проекта. Вот эти 500 миллиардов, которые находятся в городском бюджете, знаете вы, что такое НДФЛ? Наверное, знаете, да? Налог на доходы физических лиц, который составляет у нас в стране 13% для резидентов. Соответственно, этот налог идет в бюджет какой-то. Иногда он идет, допустим, в регионе, если вы живете в маленьком городе, какая-то часть из этого налога идет в муниципальный бюджет вот того маленького города, где вы живете. 15, 20, 30% зависит от региона. В Санкт-Петербурге все это идет в городской бюджет. Знаете ли вы, сколько, или тоже, опять же, попробуйте догадаться, сколько процентов или миллиардов рублей в городе Петербурге, город Петербург получает ежегодно от граждан в качестве налога, но на их доходы. Вот на эти 13%, которые вы платите со своей зарплаты. 30%. 46. 220 миллиардов рублей ежегодно, это вот те 13%, которые вы платите со своей зарплаты. 220 миллиардов. Это почти половина доходов бюджета Санкт-Петербурга. На самом деле половина бюджета, вы можете смело сказать, принадлежит вам, как жителям, потому что вы отдали эти деньги со своей зарплаты. Вот этот факт, на самом деле, то есть не все о нем знают, и он, в общем, действует на самом деле очень отрезвляюще. То есть мы понимаем, что если мы живем в городе Санкт-Петербурге, если мы платим туда 220 миллиардов ежегодно, мы вправе требовать от городской администрации определенных шагов по нашим идеям, по нашим инициативам и вообще по той инфраструктуре, которой мы пользуемся. Далее. Специфичные лекции. Это охрана памятников и 820 закон, который регулирует то, что мы можем делать с историческими зданиями, объектами охраны. Это очень важно для центральных районов, прежде всего, города, конечно. Поэтому у нас его читает заместитель председателя КГОП. Тоже очень интересная отрезвляющая лекция. Потому что, ну, действительно, в центральной части города практически ничего нельзя сделать, если мы хотим что-то сделать там, что не является презервацией исторического наследия. Это вот тяжело, но это в те реалии, в которых нам приходится работать. Расскажу чуть подробнее, когда про инициативу буду рассказывать. Лекция по урбанистике, которую читает мой коллега Олег Поченков. Очень интересная лекция по общественным пространствам, ну и вообще по развитию общественных пространств и каких-то элементов городской среды, который расширяет кругозор. Олег рассказывает разные истории, которые происходили в российских городах, в зарубежных городах, то, как можно реконструировать городскую среду для того, чтобы она была более удобной для жизни. Ну и плюс набор дополнительных лекций, которые меняются из года в год по разным инициативам, которые к нам пришли в этом году. Следующий этап это экспертиза, который проводится органами госвластия, соответственно, вот по тем инициативам, которые есть у жителей. Мы отправляем по одной инициативе от каждого члена комиссии, то есть 20 в этом году, их будет 120 получается, в разные органы власти. Значит, из-за того, из-за всего того, что я вам говорил про специфику функционирования власти в городе Санкт-Петербурге, экспертиза вот эта занимает от одного до двух месяцев, потому что наша цель, когда мы это делаем, найти так называемого главного распорядителя бюджетных средств, тот орган власти, который будет заказывать там тот объем работ, который изложен в этой самой инициативе. Это нелегкая задача, поверьте мне. То есть вот из-за всех этих специфик функционирования городских комитетов, районных администраций и различия полномочий между ними, иногда это очень сложно даже для сотрудников комитетов, и здесь как бы я не лукавлю абсолютно, определиться с тем, кто конкретно будет делать какие работы, потому что для них иногда это тоже не очевидно. Есть там примеры, когда мы, например, с удивлением обнаруживали, что некоторые объекты в Санкт-Петербурге бесхозные, они вообще не принадлежат никому. Например, гранитные тумбы и катки для цветов на перинной линии были подарены городу Газпромом, но так не были взяты на баланс. Нам пришел человек, говорит, давайте что-нибудь с ними сделаем, мы говорим, давайте. Мы отправили туда эту инициативу, а в одном нам говорят, оп, а мы ничего не можем сделать, потому что это нам не принадлежит. А мы такие, ну может быть вы возьмете все-таки на баланс, это было бы неплохо. И история получила свое продолжение, о котором я вам чуть дальше расскажу. С гранитными тумбами на канале Гребедова. Значит, мы раньше работали в муниципалитетах с коллегами, да, и вот это все, вся эта экспертиза занимала там часа два, может быть три. Когда вот муниципалитет собирается, если он небольшой, например, вот как Сосновый Бород, 60 тысяч человек населения, они собираются за столом и говорят, ну что, вот это нельзя, это не наша полномочия, это там можно, но вот не здесь там. Ну а это тебе, Иваныч, держи, будешь этим заниматься и занимайся. Вот, все, и мы расходимся, все счастливые и довольные. Здесь это занимает два месяца, постоянные переписки, это действительно очень, ну, серьезная штука, которая занимает много времени. После этого мы получаем какой-то процент, а как правило, это где-то от пяти до десяти инициатив в каждом районе, которые мы можем реализовать. И они, соответственно, выходят на голосование и голосуют только члены бюджетной комиссии. То есть по схеме один голос не за свой проект. То есть ты можешь проголосовать не за себя, и таким образом мы выбираем проекты победителей. Проекты победителей ранджируются по стоимости, и мы понимаем, что мы вот за 15 миллионов в этом году можем сделать вот такие-то инициативы. В этом году есть ограничение по три инициативы на район, потому что мы столкнулись с тем, что очень сложно реализовывать те инициативы, которые у нас в прошлом году. Их в 17. И это пока достаточно тяжело проводить их через все этапы согласования. Тоже чуть-чуть к этому вернусь, когда буду рассказывать про 17 год. Примеры. Значит, из проекта 16-го года из 11 инициатив реализовано 10. Одна находится на этапе реализации сейчас. Это скейт-площадка на Васильевском острове. Дело в том, что там документы по, соответственно, конкурсу и сам конкурс были проведены осенью. Соответственно, когда пришла пора делать какие-то работы, это уже был ноябрь. Администрация сказала, слушайте, ну давайте мы не будем бетон заливать в ноябре, давайте мы все-таки как-то перенесем на весну. И вот сейчас, соответственно, наш большой товарищ Михаил Сазонов, который является автором этой инициативы, в том числе занимается и подготовкой этих самых работ совместно с подрядчиком. Но это в сторону. Соответственно, те инициативы, которые были реализованы, это примеры из них. Это велодорожка на фонтанке, собственно, вот та, которую вы, может быть, слышали, это ее автор Станислав Иванов, может быть, кто-то из вас его знает, человек из велосипедизации города, значит, из организации, которая называется велосипедизация Санкт-Петербурга. Его после этой инициативы взяли на работу в КРТИ, комитет по развитию транспортной инфраструктуры, потому что он очень много знает про велодвижение. Но он, к сожалению, там не очень долго задержался. И теперь он занимается, если не ошибаюсь, мобайком. Мобайк это такая классная штука, которая позволяет, значит, это, по-моему, то ли компания, то ли движение, по-моему, все-таки компания китайская, которая привозит велосипеды, которые можно арендовать при помощи приложения, которые не стоят на стойках. Их можно ставить где угодно. Вы можете ставить его на улице, а потом, если вы увидите, подойти, через приложение разблокировать, поехать, и у вас с карты спишется какая-то небольшая сумма за ее аренду. Вот. Значит, также мы вдоль фонтанки высадили деревья, там, где их не хватало. В некоторых местах поставили так называемое, вы знаете, что такое вообще, вот эта белая скамейка, вы на реках все видели, да? Она называется петербургский диван. Да, я не шучу сейчас, она именно так и называется. Вот. И нам пришел запрос поставить эти диваны там, где их не хватало, опять же. Вот. Вот и такие тоже бывают инициативы. Значит, это инициатива по раздельному сбору мусора в некоторых школах Василия-Островского района. Причем это комплексная инициатива, это ее автор стоит, Ольга Громашова. Кстати, она училась в Европейском университете и пришла к нам на комиссию. Вот. Что она предложила? Она предложила, давайте мы будем пропагандировать раздельный сбор мусора в школах на Ваське, но не просто пропагандировать, а действительно организуем, собственно, сам процесс. То есть, ну, всем известна проблема, когда вы собираете… Слушайте, что со временем? Да. Немножко осталось. Давайте минут через пять я закончу. Есть проблема, когда вы собираете раздельный мусор, а потом приезжает машина, здесь этот раздельный мусор сваливает в свой кузов и уезжает. Вот. Для того, чтобы этого не было, соответственно, Ольга и администрация района, собственно, сделали конкурс между школами, выиграла… то есть у нас были деньги на две, но потом заявилось очень много школ, в итоге было четыре детских… четыре школы и два детских сада, если не ошибаюсь. Они поставили там вот эти контейнеры, они сделали уроки экопросвещения и они организовали даже детям дискуссию… дискуссию… экскурсию куда-то, то ли на мусороперерабатывающий, то ли на какой-то мусоросборочный, в общем, то ли завод, то ли комбинат. Я, если честно, не всем помню. Вот. Но самое главное, что они заключили договор с теми организациями, которые занимаются непосредственно вывозом мусора раздельного, его переработкой. То есть те организации, которые готовы сами переезжать и забирать его, потому что они из этого потом делают какой-то, ну скажем так, полуфабрикат, который используется в дальнейшем, они его продают там на производстве и так далее. То есть в этом смысле это действительно та инициатива, которая действительно полезна в том плане, что действительно не увозится одним мусоросборщиком на свалку и там гниет до скончания веков. Еще одна инициатива, очень интересная и важная, это пункт обогрева для бездомных на Васильцевом острове в том числе, который, соответственно, стартовал осенью прошлого года, когда пошло холодное время года. Дело в том, что действительно некоторые люди, которые не имеют места жительства, скажем так, или которые оказались сложной жизненной ситуацией, они действительно могут замерзнуть банально, замерзнуть и умереть на улицах. Для того, чтобы этого не было, соответственно, один из авторов нашей инициатив в нашей комиссии на Ваське, он предложил эту идею, администрация профинансировала установку палатки и, соответственно, ее обслуживание. Ночлежка, есть такая организация в Санкт-Петербурге, некоммерческая, она дала нам волонтеров и обеспечивала туда еду и напитки горячие, не горячительные, а горячие, то есть чай, может быть кофе. И еще сеть заправок Несты дала топливо для вот этого генератора, который обеспечил его теплом. То есть это вот такой комплексный проект, куда вложились все. И вот эта палатка функционировала, и сейчас как бы Данила Александров, автор этой инициативы, занимается тем, чтобы ее продлить на следующий год, ее функционирование. Под воздействием вот этой инициативы у нас одна инициатива в 2017 году тоже прошла по бездомным, это помывочный пункт в Амиралтейском районе, потому что там есть уже пункт обслуживания в зимнее время, но не было помывочного пункта, теперь он там тоже есть, а точнее будет. Собственно, вот я так буквально, я коротко пройдусь, потому что я все не буду, это очень долго, и это очень интересно для меня, но очень долго, чтобы вас не забивать деталями, я несколько инициатив из 2017 года назову. Значит, Петроградский район, потому что я конкретно там на заседаниях присутствовал, это то, что мне очень нравится, реконструкция сквера Виктора Цоя на Зверинской улице. Я сам жил на Зверинской, буквально в двух шагах от него, если вы помните, это такое бомбоубежище, которое потом было клубом, а теперь там какая-то очень странная ситуация создалась, что это совершенно заброшенная территория, где собираются очень разные люди, но, как правило, не очень, как бы это помягче выразится, приличного вида. И жители окрестных домов просто устали банально от этого, и они сказали, давайте что-нибудь сделаем с этой территорией. И чтобы вы понимали уровень обсуждения на наших заседаниях, уровень обсуждения инициатив, мы очень долго думали, что можно сделать с землей, которая является крышей этого бомбоубежища. То есть бомбоубежище находится в земле, но там есть холм такой, вот, соответственно, сверху земля. Что это такое? Мы долго думали, потому что это не земля в традиционном для нас понимании. Это земля, которая является как бы слоем между воздухом и крышей бомбоубежища. И на ней определенные работы проводить нельзя, как выяснилось. То есть, например, деревья там садить, понятное дело, не рекомендуется, потому что они своей корневой системой могут каким-то образом повредить бетонные прикрытия этого самого бомбоубежища. Ну и много чего интересного, разного там тоже есть в качестве детали, не буду вдаваться в подробности. Значит, еще одна интересная инициатива, как раз вот этот душевой пункт для бездомных, которая, ну скажем так, заинтересовала людей в бюджетной комиссии от Берлотейского района именно после того, как был построен этот самый обогревочный пункт. То есть это некая преемственность, которая прослеживается. В этом году у нас тоже очень много социальных инициатив на самом деле. Еще одна интересная инициатива — это велополоса на Большом проспекте Васильевского острова. Вообще велоинициатив у нас очень много. И некоторые из них реализуются, но не все. Потому что сейчас в городе очень сложно с общим комплексом развития, общим пониманием того, как должна развиваться велоинферструктура. Нету общей стратегии, скажем так, четко сформулированной по велодвижению. Она есть в КРТИ в каком-то виде, но это не очень подходит для, скажем так, долговременного планирования. Поэтому мы пытаемся как-то связать авторов инициатив с КРТИ для того, чтобы это была комплексная совместная работа. Ну и так далее. Здесь очень много разных идей. Последняя, про которую скажу, это пандусы на Кашином мосту, тоже в Адмиратейском районе. У нас из тех инициатив 2016 года, которые я не назвал, есть инициативы по занижениям на пешеходных переходах на мостах через разные реки и каналы Санкт-Петербурга. Понятно для чего, потому что там ни с коляской, ни на инвалидной коляске, ни с велосипедом не пройти. Иногда там просто вот такие бордюрные камни. Это тяжело. Но не все мосты в городе Санкт-Петербурге можно делать. Мы, по-моему, сделали 3 из 5, если я не ошибаюсь. Нам запретили делать на Анечковом мосту все это дело. Почему? Потому что Анечков мост, объект культурного наследия, для того, чтобы сделать там занижение, нужно провести историко-культурную экспертизу того, как будет выглядеть Анечков мост после этого дела, которое стоит гораздо больше, чем 15 миллионов рублей. И, в общем, именно поэтому там реализовать что-то очень сложное. Это можно ставить в планы, это можно там ставить дальше какие-то большие программы, где есть много денег и так далее. То есть не все объекты подчиняются правилу, что мы можем их улучшить, исходя из современных реалий, к сожалению. Теперь это вкратце было, скажем так, такой summary проекта твой бюджет. Да, теперь буквально пара слов о том, что можно еще почитать и где можно найти всю эту информацию. Это сайт Budget4me, который администрируется фондом Кудрина, то есть комитетом гражданских инициатив. Называется он инициативное бюджетирование, собственно. Там собрана информация по всем регионам России, которые реализуют эти проекты. И есть очень много разных справочных и информационных материалов, которые могут помочь вам погрузиться в эту область, если вы заинтересовались ею. Есть парочка, значит, книжек, ну буклетов книжек, которые можно почитать, которые есть тоже на этом сайте. В электронном виде их можно скачать оттуда легко. Это наш буклет по основам принципаторного бюджетирования, который мы сделали в европейском пару лет назад. И книжка, которую выпустил нефи, 25 вопросов об инициативном бюджетировании, где как бы коротко, ясно изложены основные цели, задачи, ограничения и тому подобное. Всех этих процессов. Сейчас вышла еще одна зеленая книжка, как ее называю, которая тоже суммирует опыт разных программ по инициативному или принципаторному бюджетированию в России, которую выпустил Всемирный банк. И она тоже там есть теперь. Вот. Это все на самом деле, что я хотел сказать, наверное. Еще раз контактная информация, мой email, сайт проекта комитета финансов, твойбюджет.спб.ру. Комитет финансов является основным организатором этого проекта в Санкт-Петербурге. У него есть свой собственный сайт и у него есть еще отдельный сайт для программы Твой бюджет. И наша группа ВКонтакте, ТВБ и СПБ. Значит, Твой бюджет в Санкт-Петербург общая, городская. И из нее есть ссылки на районные группы. И в каждом районе есть, вы можете найти и отчеты заседаний, видеозаписи заседаний, фотографии, все инициативы, которые обсуждаются. И кучу-кучу разного всего интересного. Все заседания открыты. Можно приходить на любое, без предварительной записи. На лекции, возможно, с предварительной записью, если там речь идет о общегородских лекциях. Можно приходить, спрашивать у модератов, консультантов все вопросы, которые у вас будут. Расписание доступно точно так же и в группе ВКонтакте и на сайте твойбюджет.спб.ру. Все. Спасибо большое за внимание. Вопросы? Можно два вопроса? Один вот какой. Я знаю точно, что некоторые избирательные участки использовали лейбл твоего бюджета, чтобы привлечь избирателей на выборы президента. Сделали вы с этим что-нибудь или нет? И возможно ли что-нибудь с ними сделать? А второй вопрос чисто социологический. Каков социальный состав людей, которые входят в бюджетные комиссии? Кто это вообще такие? Это городские сумасшедшие, это бездельники или это просто реально самые активные горожане, которые что-то хотят сделать в районе? Да, хорошо. Начну с выборов. Значит, да, тут была недавно такая история с выборами. Если вы голосовали на избирательных участках, вы, может быть, видели о том, что там собирались идеи под лейблом твой бюджет, о том, что вы хотели улучшить в своем районе или своем городе. Значит, это не имеет отношения к проекту твой бюджет напрямую. Это было инспирировано не нами, я имею в виду, консультантов проекта. Значит, комитет финансов решил сделать то, что обычно делали некоторые регионы в период избирательной кампании, а именно реализация программы «Комфортная городская среда». Может быть, вы слышали о такой программе, и она реализуется Министерством строительства Российской Федерации. Значит, что она собой предразумевает? Это немножко другая форма вовлечения. Ну, то есть там вообще вовлечений не очень много. Там, значит, собираются идеи, причем не важно от кого, но иногда от жителей. И потом нужно организовать общегородское или общепоселенческое голосование по этим самым идеям. И вот некоторые регионы воспользовались выборами для того, чтобы это голосование организовать. Я не знаю, с какими целями это вопросы к регионам. Но такое же голосование было проведено здесь. К сожалению, это вызвало много вопросов, потому что очень многие путали это с твоим бюджетом, с большим проектом твой бюджет, да. Потому что у нас прием заявок закончился 28 февраля. И мы как бы то, что там принималось в качестве инициатив, да, это идет уже отдельно в администрацию города. И в администрации города есть рабочая группа, где есть несколько вице-губернаторов, которые занимаются рассмотрением и реализацией этих инициатив. Я не знаю, по каким критериям они их будут отбирать, я не знаю, как они их будут реализовывать, но может быть что-то они там с ними придумают. На самом деле у них довольно большое количество идей, которые они собрали там, исчисляют с какими-то сотнями тысяч. Но это точно не вот этот проект, о котором я сейчас говорю. Это первый вопрос. Второй вопрос, кто к нам приходит? Мы как-то делали статистику, у меня к сожалению и нет, надо бы включить это было презентацию, но я так вкратце расскажу. Во-первых, у нас как правило женщин больше, чем мужчин. Это меня радует, это очень интересно и может быть это даже очень правильно. По возрастам, на самом деле картинка, понятно, что скажем так, возраст до 40 лет превалирует сейчас, но это не значит, что совсем нет людей, которые старшего возраста. В некоторых районах люди старшего возраста составляют, например, до 30 процентов тех, кто приходит. Но самое интересное, это состав, как бы, как я называю, деление на активистов и не активистов. То есть, вот понятно, что есть городские активисты, о которых я говорил, с которыми мы очень плотно работаем, которые обычно ходят на все такие подобные программы. Они участвуют везде, они делают что-то сами и так далее. Значит, вторичная цель наших проектов все-таки была попробовать вытащить еще кого-нибудь, не просто этих активистов. Через соцсети, через какие-то там личные контакты, сообщения и так далее. И в итоге я бы сказал, я не уверен за комплексную информацию, потому что надо еще пересчитать за этот год, но за прошлый год я бы оценил так, что у нас в бюджетных комиссиях половина это активисты, которых мы хорошо знаем, половина совершенно случайные люди, которые попали через жеребьевку совершенно случайно. Потому что это очень интересный способ подбора, который как бы много не пришло людей на жеребьевку, все равно математические шансы отобраться у всех в общем-то равны на самом деле. И в данном отношении это позволяет вытаскивать вот тех случайных людей, которых может быть не очень много, которые пришли в проект чисто из интереса какого-то, и вот они туда попали, и вот они участвуют в реализации и обсуждении и так далее. То есть где-то примерно 50 на 50, в зависимости от района. Спасибо. Очень приятно было послушать вашу информацию, я вас впервые узнаю про ваш институт и про вашу деятельность в Санкт-Петербурге. Давайте я представлюсь для начала, потому что те вопросы, которые я вам сейчас озвучу, они будут вам очень интересны для института и для всех горожан. Я представляю общину коренного русского народа Санкт-Петербург, Ленинградская область, Русская республика Русь. В самом начале я вам назвал код 810 и 643. Я надеюсь, вы все-таки знаете о той афере, которая вскрылась в Российской Федерации, о тех рублях, которые у нас фигурируют, 810 или 643. Если вы про это еще не слышали, очень печально. То есть суммы, которые мы вносим с кодом 643 и поступает в бюджет, они в тысячу раз уменьшаются. Возможности людей финансировать, в том числе проекты, огромные. Я вам советую буквально с сегодняшнего дня изучать. Есть такой канал в Ютубе «Шашурин Сергей Петрович», я вам советую его пригласить. Там много информации. Второе. Вот вы говорите о бюджете горожан. Вообще-то декларацию ООН о правах коренных народов предусматривает коренной народ. А вот декларацию ООН о правах граждан вообще-то не существует. Я думаю, вам надо изучить эту декларацию ООН о правах коренных народов, которая подписана Российская Федерация. И те источники, которые можно было получать для коренного народа, они очевидны. Например, платная дорога в Санкт-Петербурге, недавно запущен частный трамвай, где и как резервируются денежные средства под обеспечение их проектов. Это очень серьезный вопрос. Та власть, которая существует после переворота 1993 года, в ближайшее время, возможно, рухнет. Вы, наверное, не знаете, но в ближайшее время из ООН Российскую Федерацию выгонят, потому что в Совбезе ООН и ООН ее не существует. Вот когда рухнет РФ, вы все узнаете, что вы не граждане Российской Федерации. Сделки все... Простите, а вопрос в чем сейчас ко мне? Я к тому, что люди сейчас будут делать какие-то инициативы, которые будут принимать решения по каким-то активам, переустройству. Это надо будет потом отвечать. Понимаете? Потому что это вот к чему. Второе. Вы в самом середине задели вопрос о бесхозности какого-то объекта. Так вот этот вопрос в том, что Российская Федерация не правоприемница. РФСР с актами передачи имуществов, если по Санкт-Петербургу, не существует. Хорошо. Ладно. Вот в этой части я подскажу, что делать, если люди захотят с отцов с некими. Понимаете? И это происходит по стране. Вот так нас грабят. Вы просто не знаете, как чиновники. Хорошо. Я не чиновник, поверьте. Я не работаю во власти. Я понял. Спасибо. Я понял соображение. У меня есть 2 вещи, которые я могу сказать по этому поводу. Значит, по поводу бесхозности территории. Это вопрос, который беспокоит нас всех очень сильно. Я бы ответил. Да. Я понимаю. Я понимаю вашу логику, да. Но я исхожу из логики с той, которой нам надо работать сейчас. Потому что мы знаем, что есть городская собственность, муниципальная собственность, частная собственность и так далее. А все это регулируется законодательством, нарушать которое мы не можем. У нас нет законов. В 97 году мы принимали правительство. Очень много законов, за нарушение которых можно попасть в тюрьму или куда-нибудь в разные другие организации, в которые попадать очень не хочется. Прежде всего, чиновникам. Потому что про ответственность вопрос. Это вторая вещь, которую я хотел сказать. Ответственность за реализацию всех объектов, которые вы видели сегодня в моей презентации, лежит на чиновниках. Никто не придет к гражданину. Если прокуратура будет проверять чиновников, она не придет к гражданину, не спросит его, а что это ты там придумал. Она придет к ним и будет проверять их. Это один из очень важных моментов, который регулирует их деятельность сейчас в нынешних реалиях, грубо говоря. Потому что это, ну скажем так, иногда влияет на их взгляд, на то, что можно реализовывать, а что нельзя реализовывать. Потому что многие нестандартные проекты могут привлечь внимание проверяющих органов, таких как счетная палата, прокуратура и так далее. Потому что они придут и скажут, почему вы вместо того, чтобы построить типовой объект, которых уже продано 100 тысяч на сайте за госзакупка, почему вы выбрали вот это? А ты им говоришь, ну потому что граждане так сказали. Я говорю, так кто такие граждане? Это вы принимаете решения, а не граждане. И тут начинается вот такая цепочка, которая как бы приводит в итоге в мысли в голове у чиновника о том, что лучше бы перестраховаться. Это правда, и это как бы не их вина. Это действительно просто, ну такие условия, в которых мы все существуем, к сожалению. Последнюю информацию, которую, может быть, вы не знакомы, она очень нужна для граждан, которые захотели потом из собственных средств реализовывать, финансировать какие-то совместные проекты. Речь идет о коммуналке, которую оплачиваем мы все, как жилищники, не аэридических лиц. Так вот, все коммунальные услуги заложены в бюджете. А то, что нас просят по прошайке, это фантастическая афера. Имейте в виду, и сумма, которая заложена в порядке больше, это фантастическое разворовывание бюджета. Вы знаете про это? 15 лет… Хорошо, но мы с этими деньгами не работаем. Это не ко мне вопрос, наверное, на самом деле. Она очень интересная. Да, спасибо. Спасибо большое. Еще. А не могли бы вы еще чуть-чуть подробнее остановиться на том, как происходит процедура оценки и отбора проектов, и ваши мысли по поводу возможности софинансирования со стороны жителей и предпринимателей и возможности оценки вот на этой основе проектов. Спасибо. Спасибо. Оценка и отбор проектов вы имеете в виду тех, которые делаются на этапе экспертизы органами власти или… Ну, смотрите, есть несколько этапов отбора, да. Первый этап отбора – это вот когда собираются инициативы вот здесь. Вот, вот здесь, да. То есть мы никого не ограничиваем в инициативах вообще. К нам приходит все, что угодно. Мы не можем сказать, что мы принимаем инициативы только по направлениям А, Б, В, Г и все. И больше ничего не делаем. Поэтому к нам приходят очень разные инициативы. Например, в этом году для Петроградского района захотели купить слона в зоопарках. Как я с удивлением узнал, что в Петербургском зоопарке, а ранее в Ленинградском зоопарке с какого-то там 60 какого-то года не существует слона. И эта проблема обеспокоила вот некоторых жителей, которые пришли к нам с этим предложением. Нам приходили с предложением о гостинице для насекомых в Таврическом саду. К нам приходили люди с очень интересным предложением делать экскурсии по городу на воздушных шарах. Потому что я так подумал, а потом я думаю, черт возьми, я же когда жил на Петроградке, этот вертолет, который взлетал с Петропавловской крепости, мои уши, в общем, болели после него. Я подумал, наверное, воздушные шары лучше, чем вертолет. Но она тоже не прошла. Это первый этап отбора. То есть там могут быть совершенно разные идеи, иногда даже немножко дикие. Это нормально. Это абсолютно нормально. Потому что мы не можем заранее людям говорить, что вот так, так и так надо делать. Мы работаем вот с таким вот, как брейнсторм общегородской. Люди начинают просто накидывать идеи. Не помню. Ну, я не видел, по крайней мере. Может быть, и была, но я не знаком с такими. Была инициатива с вертикальной парковкой, например, которая даже обсуждалась на комиссии. Когда, ну, вот эта машина заезжает, ее лифт поднимает вот так вот. Это я помню. А с лифтами в метро не было. Ну, или я, по крайней мере, не видел. Значит, то есть это первый этап отбора. Когда вот это все же выбирается жеребьевкой. Мы не можем как бы сказать, что вот твоя идея лучше, чем твоя. Да, даже там, ну, то есть если мы обладаем каким-то экспертным знанием, говорим о том, что мы точно не сможем слона купить в зоопарк. Хотя, на самом деле, мы можем, потому что это городской зоопарк. А вот там, вот эту дорогу мы построить не можем, потому что это не полномочия города. Вот. Пусть это делает за нас жеребьевкой. Мы же потом работаем с теми идеями, которые есть. Второй этап отбора – это обсуждение в комиссии. Потому что точно там уже понятно, и после лекции понятно, что есть какие-то вещи, которые мы не можем реализовать в проекте точно. Это по полномочиям, прежде всего. То есть, например, есть САД при Академии Художеств, который находится в состоянии далеком от идеального. И город Петербург не может делать ничего с АДом при Академии Художеств. Потому что это территория федерального подчинения. Ну, Сном, не подчинение, а собственность федеральная. То есть, Академия Художеств является федеральной организацией. И тратить городские деньги на благоустройство этой территории незаконно, Мы не можем там ничего делать. Потому что если мы это сделаем, то нас потом всех и туда. Вот. Значит, это еще одна. Плюс по стоимости, естественно. Если она приедет, кто-нибудь скажет, я хочу мост через Неву за 15 миллионов. Это тоже как бы, ну, станет ясно и понятно сразу, что это нереально. За 15 миллионов сделать мост через Неву. Или туннель, или что-то такое. Это второй этап отбора. Третий этап отбора — это экспертиза как раз, которая проходит по примерно таким же критериям. Это законность, то, что они могут сделать по закону, а что не могут сделать по закону. Это стоимость, когда, соответственно, мы примерно тоже, ну, как примерно, да, мы по аналогам понимаем, какие, то есть сколько может быть стоить эта инициатива на сайте госзакупок по аналогам. И комитет оценивает ее сам, ну, или там район оценивает сам, реализацию, исходя из собственного опыта. И это так называемая целесообразность, куда входят остальные критерии. Например, такой критерий, как участие, скажем так, позиции этой инициативы в городских адресных программах. Если к нам приходит человек и говорит, что давайте благоустроим вот этот садик, а этот садик состоит в адресной программе до 2022 год, вот, мы, то есть мы можем что сделать? Мы можем подвинуть реализацию конкретно в этого садика на 2019 год, но если это по каким-то причинам невозможно, но мы не можем ее двигать, потому что, допустим, если программа уже утверждена, там, и вносить в нее изменения невозможно. То есть здесь уже решается по факту, то есть по конкретным деталям инициативы. Вот, и это, соответственно, еще один этап отбора. Ну и финальный этап отбора — это голосование. Голосование, люди, скажем так, когда голосуют, мне кажется, по опыту, что они ориентируются на то, что будет приносить наибольшую полезность в качестве общественного блага, скажем так. То есть люди, как правило, голосуют за общественное благо, а не за более частное. Что это, в чем это выражается? Это скорее выиграет какое-то общественное пространство, чем чей-то двор. Выиграет скорее что-то, связанное с социалкой, чем что-то, связанное с бизнесом, например, с бизнес-проектом. К нам часто приходят бизнесмены и говорят, слушайте, у меня тут есть классная штука, вот мы, дайте мне денег, я сделаю эту штуку еще более классной. Ему говорят, слушай, ну давай ты с этими вещами куда-нибудь там другое место. У нас здесь как бы городские деньги, мы тут тратим их на какие-то городские вещи, общественные вещи. Вот, соответственно, вот это еще один этап отбора. Про участие бизнеса. Мы всячески это приветствуем, но у нас еще не было ни одного бизнеса, который бы на это согласился. Вот, возможно, мы плохо работаем с бизнесом. Возможно, это действительно правда. Вот, но такой схемы, как в ППМИ, программе поддержки местных инициатив у Всемирного банка, когда местный бизнес может дать там до 10, 15, 20 процентов стоимости инициативы, такого у нас еще не было. Но, может быть, когда-нибудь появится. С точки зрения софинансирования с граждан, я бы вообще не рискнул в Питере об этом говорить. Потому что если, вот как я вам сказал, что 220 миллиардов граждан не так отдают, то как-то тут, ну, немножко будет не очень хорошо, если мы еще дополнительно заставим граждан что-то еще, какие-то деньги сюда отдавать. Это пока не очень хорошо. Софинансирование работает в сельских небольших поселениях, где это единственный способ что-то сделать. Потому что сельским поселениям не достается ничего. Во-первых, у них и собственной налоговой базы почти нет. Им еще не достается межбюджетных трансфертов очень мало. И, соответственно, вот все, что они могут сделать, это собрать деньги и таким образом, собрав деньги, получить право на региональный трансферт, который даст им возможность что-то сделать. Дорогу, воду, электричество, школу отремонтировать, ну и так далее. Вот. В Питере с этим проблем меньше, скажем так. Поэтому мы про софинансирование со стороны граждан пока не думаем. Я надеюсь, что и не будем думать в будущем. Спасибо. Еще вопросы? Да. Постоянно. Постоянно. Никак. Потому что это не те деньги, на которые мы можем трамваи вернуть. А если целиком могут районы все вместе собрать? Пока нет. Потому что мы делаем это только вот в районах. Это проблема известная. Постоянно обсуждается то, что нам, во-первых, что сделали в Петербурге с трамваями, с трамвайным движением, это тяжело. Очень большая проблема. Вот. И сейчас мы понимаем, что мы как бы сами себя отодвинули на несколько лет назад, десятков, может быть, лет назад по развитию общественных движений. К сожалению, общественного транспорта. Мы просто за эти 15 миллионов не можем ничего сделать. Мы даже трамвай не купим за эти 15 миллионов, скорее всего. Мы можем обратить внимание. И это делается. Значит, то есть что можно в этом проекте сделать? Это написать, то есть вот когда вы отправляете свою инициативу в КРТИ, обратить внимание их еще раз на эти проблемы. Если таких инициатив будет достаточное количество, может быть, что-то изменится в головах тех, кто принимает решение. Но опять же, да, массовость здесь гораздо важнее, чем вот такая вот индивидуальная проработка. В этом смысле, например, у нас получилось с набережной реки Смоленки с проектом, который все-таки не имеет отношения к общественному транспорту. Но в первый год, когда мы получили огромное количество предложений по набережной, по благоустройству набережной реки Смоленки на Ваське, город понял, что это очень важная тема. И город, то есть у нас в проекте проголосовали за реализацию этой инициативы, но конкретных точек, скажем так. Город понял, что делать конкретные точки бессмысленно, и он взял на себя обязательство сделать концепцию развития Смоленки, спроектировать ее и реализовать в течение двух лет. То, что они сейчас делают, собственно, с ней. Что повлияло на их решение? То, что жители Смоленки, во-первых, пришли к нам в проект, во-вторых, писали коллективные письма, и в-третьих, как очень активно участвовали в их проработке. В том числе, когда они делали опрос жителей по поводу того, что там можно сделать. Сейчас мы будем заниматься благоустройством Новосмоленской набережной. Сейчас КГА разрабатывает концепцию. Заказывает проектирование, ну и так далее. То есть вот это вот, ну это не трамваи, конечно, но это вот так процесс запустился. С трамваями, да, это все-таки, конечно, наверное, не сюда. Пока бюджеты наши не позволяют заниматься такими сложными проблемами, к сожалению. Но, да. Давайте, можно я сейчас, я просто вспомнил совсем немножко другую инициативу, но тем не менее. Которая обсуждалась у нас и которая дошла до реализации, но в очень усеченном виде, потому что все остальное забрали остальные инициативы в центральном районе. Вы знаете про то, что электрический трамвай, оказывается, был изобретен в городе Санкт-Петербурге? Да. Как звали этого господина-то замечательного, изобретателя электрического трамвая? Да, Пероцкий, вот точно. Федор Пероцкий, если я не ошибаюсь. Буквально две минуты. Это мне очень… я об этом узнал в этом проекте. Я до этого этого не знал совершенно. К нам пришли люди, сказали, что у нас на Дегтярном, мы хотим сделать из Дегтярного как бы улицу и общественное пространство, которое будет посвящено трамвайному движению в России. Потому что Федор Пероцкий в 1880 году придумал электрический трамвай и запустил его, по-моему, в Сестреятске где-то. Он его запустил и, соответственно, там ходил трамвай, целую версту на электрической тяге. И это на самом деле очень печальная история, потому что Пероцкий столкнулся с лобби этих самых, когда трамваи были на конной тяге. И он столкнулся с лобби этих людей, которые, в общем, не давали ему заниматься этими проектами. Поэтому через год к нему приехали братья Симменс, взяли эту идею, утащили в Германию и через год там запустили электрический трамвай, полноценную линию функционирующую. А Пероцкий в итоге умер, по-моему, где-то за Петербургом, совершенно безденежье, совершенно нищий. И ему, по-моему, даже приходилось для похорон, пришлось там мебель заложить, еще что-то такое. Вот. Это очень печальная история. Никто, никто в бюджетной комиссии, и мы в том числе, консультанты, модераторы проекта, не знали об этом совершенно. Вот. Нам было всем очень стыдно за это. И вот, соответственно, одна из инициатива была, да, давайте сделаем там вот что-то, что будет напоминать и о Пероцком, и о электрическом трамвае, и о истории в целом. Вот. И, к сожалению, то, что добралось до голосования, это только мемориальная табличка на одном из зданий. И все. Вот. Потому что все остальное было отвергнуто либо на этапе экспертизы, потому что нельзя сделать дегтярный переволок пешеходной улицы, к сожалению, пока что. И с территориями там была проблема, потому что была проблема с собственностью. Но люди не сдаются, они пришли к нам еще раз, вот. И тема дегтярного поднимается постоянно. Это вот так, просто сюжет в сторону, мне запомнилось, поэтому я решил вам поделиться с вами. Да. Пожалуйста, вопрос. А, я хотел спросить по поводу Смоленки. Это в этом году, да, реализуется? Я боюсь, что в этом не успеют. Потому что там, как сказать, там очень сложный проект же, да. Если мы говорим о всей Новосмоленской набережной, там нужно и коммуникации, и согласование с Ленцветом, и с Комитетом по энергетике, и еще много чего. И конкурс на проектирование. История тянется уже год. Значит, что за год сделано, пока только концепция в каком-то виде относительно. Вот. Теперь они пытаются запустить конкурс на проектирование. Значит, история эта, я думаю, растянется на еще 18-й год. И реализация мы можем ждать только в 19-м. Но это абсолютно нормально для таких проектов. Потому что они, ну вот, то, что занимает такую комплексную, то, что имеет в своей основе такое комплексное благоустройство, оно всегда растягивается на 2-3 года. Мы с этим сталкиваемся постоянно. А извините, бюджет там или что? Что? Бюджет извинен, там реально большая сумма получается. Слушайте, пока непонятно. Я знаю, что речь шла о суммах порядка 30-50 миллионов сначала, но этого оказалось, по-моему, мало. Что там сейчас с суммой, неизвестно, потому что нет еще проекта. Когда будет проект, будет понятна сумма. Ну, то есть инициатива, не как инициатива реализуется, а именно уже как отдельный проект, да, да, да. Именно так. То есть она вышла за рамки твоего бюджета именно потому, что она пользовалась большой популярностью у жителей. Вот. Есть группа ВКонтакте, друзья Смоленки, по-моему, называется или как-то в этом роде. Вот они там все отписываются, что у них там как идет. Вот. Можно почитать. Прогресс. Спасибо. Еще вопросы? Да. Заживайте внимание власти на кемерное использование для вопросов на фонтанке. То, что там стоят, кстати, парковные машины. Да. Фотографировать, отсылать либо в наш портал НашПетербург называется, вот, либо прямиком ГИБДД. Это нарушение правил дорожного движения. За это эвакуируешь, штрафуют и так далее. Это очень помогает. Да, я знаю, да, я видел сам, как люди там паркуются. Вот. И это, конечно, тяжко. Но с другой стороны здесь понятно, ну, скажем так, это, кстати, хороший пример того, что можно предусмотреть при проектировании. Потому что если бы эту дорожку можно было как-то отделить от проезжей части, то таких проблем, конечно, не возникало бы. Вот. Пока в России, к сожалению, проектирование велоинфраструктуры не доросло до такого уровня, когда мы можем себе позволить вот такие всякие вещи. Делиниаторы там какие-нибудь и разные всякие разделители. Кстати, делиниаторы поднимаются постоянно в комиссиях. Вот. И, ну, то есть постоянно доходят до обсуждения. И, соответственно, у нас тоже очень, ну, большой диалог с игроки по их поводу. Вот. Скажу так заранее, что не очень популярная идея у городских властей именно вот пользоваться делиниаторами или даже вот этими выезжающими столбиками для запрета парковки. То есть вот, если что, вот эти вот полусферы бетонные, которые лежат на наших тротуарах, как правило, они, если честно, не очень легальны. Они, ну, на процент, наверное, 50, они легальны, потому что не все можно, ну, как бы, по правилам не совсем их можно устанавливать. Скажем, вот так мягкую формулировку выберем. Поэтому есть очень хорошие способы решения проблемы с нелегальной парковкой, а именно выезжающие столбики. Но пока в Питере я знаю только один такой пример. на мосту с Крестовского острова на, соответственно, материковую часть, которая вот идет. Вот там и они есть. Вот это единственный пример, который я знаю. Может быть, мы получим их больше, если у нас в проекте будут такие идеи. Еще вопросы? Можно вопрос? Да. Ваши заклады, кто сказал, где ключевые цифры, есть 20 миллиардов. Примерно. И 90 миллионов из них. Да. А все-таки планируется как-то за сопоставимых цифр донести его? Было бы неплохо. Мы каждый год об этом говорим. И я надеюсь, но пока, по крайней мере, губернатор к нам прислушивается. То есть увеличение есть, но не очень большое, но оно есть. А вот есть, понятно. Есть, смотрите, есть очень хороший показатель развития партиципиатурных бюджетов в мире. Он нашим коллегой считается, Иван Кабаном, который сравнивает города именно по этому показателю. Это доллар партиципиатурного бюджета на душу населения. То есть берем сумму партиципиатурного бюджета, 90 миллионов, делим на население, ну, допустим, этих шести районов, и переводим в доллары. Вот такой показатель. Значит, он считает, что его точка зрения, его аргумент в том, что партиципиатурные бюджеты наиболее успешны, устойчивы, если они превышают 1 доллар на единство населения, вот этот размер распределяемого бюджета. В Петербурге, я боюсь, но это где-то около 10 центов, а то и меньше. Вот наша цель достичь хотя бы этого показателя. Если мы его достигнем, тогда мы можем говорить уже о серьезном планомерном развитии. Пока это все только вот, ну, скажем так, очень пилотные вещи. К сожалению. Ну, мы работаем над этим. Что я еще могу сказать? Сейчас. Про разумности расхода на текста, если берутся в самые таблички, например, на трамвае, если наступает на стоило полмиллиона, то есть можно ли на тендер стоило? Тендер еще не было. Она вряд ли будет стоить полмиллиона, конечно. Она будет стоить меньше намного. Нет, здесь написано, потому что здесь это максимальная сумма, которая может на нее уйти. По, соответственно, хорошо, нет, сойду с другой стороны. Значит, по практике госзакупок стоимость закладывается больше, как правило, на госзакупки. При госзакупках она уменьшается благодаря, собственно, той самой системе тендеров, о которой я говорил. Соответственно, ну, по моему опыту, я не знаю, потому что еще не было тендера, но обязательно, ну, можно посмотреть, они все публичные. Если что, как бы свяжитесь с нами, мы вам дадим ссылку на нее. Само собой. Само собой. Я, мне кажется, ну, это данные с сайта комитета финансов. Я не знаю детали именно по этой инициативе, скажем так, почему там 500 тысяч рублей. Возможно, там есть какие-то работы дополнительные к этому. Вот, я просто сейчас не могу сказать, надо проверять. Да, большегигантская табличка. Вот, но я по опыту могу сказать, что суммы эти уменьшаются, естественно. Соответственно, в тендере выигрывают, ну, скажем так, уменьшение может быть до 30%, которое я видел. Не всегда, иногда бывает увеличение, когда, например, мы говорим о инициативах, связанных с дорогами. Тогда КРТИ, например, нам докидывал отдельно денег. Было такое дело. Здесь, да, здесь я просто не совсем владею деталями, вот конкретно по этой штуке. Но можно посмотреть, если что-то вас интересует. Был вопрос, да. Да, добрый вечер. Я член бюджетной комиссии Пушкинского района. Здравствуйте. Давайте поаплодируем нашему суперактиву. Могу сказать, что я по специальности специалист по развитию бизнеса. Сейчас официальный статус частного предпринимателя имею. Это, соответственно, у меня общественный проект по раздельному сбору в Пушкинском районе. Ему уже 3,5 года. Ну и, соответственно, вот мы узнали про твой бюджет. И знаем, что наши коллеги вот два года как победили в Василия-Островском районе, соответственно, то, что вот вы показали. Да. И в 2017 году вот девочка, получается, Ирина, она, у нее там именно просто образовательная история. Да, да. Про раздельный сбор. Вот. И у меня, соответственно, есть вопрос именно вот по тому, что почему чиновники... Я знаю просто, Ирина, изначально Ольга выходила с темой РСО, да, в придомовой. И почему чиновники ей как бы отказали и переиграли это в сторону школ. И, соответственно, вот второй вопрос, что мы можем популяризировать идеи очень долго, но если мы не будем создавать инфраструктуру, то это, собственно, тоже, получается, будут выкинуты бюджетные деньги, потому что, ну, мы проводили и много опросов по этой теме, почему вы не разделяете и что в чем сложность. Естественно, самый популярный ответ, если бы у меня это было во дворе, я бы это делал. То есть, соответственно, вот. И мы сейчас тоже там вышли с проекта в Пушкинском районе, что и популяризация, понятная установка контейнеров. И сейчас вот у нас вопрос, запорят нам чиновники или нет. И, соответственно, еще второй вопрос, это уже больше организационный, почему в этом году ограничение по количеству проектов введено. То есть, может быть, там, та сумма, которая выделяется, 15 миллионов, может, можно было бы реализовать большее количество проектов, которые заявляют, ну, вот те участники, кто попал в бюджетную комиссию. Спасибо. Отдельное спасибо вам за то, что вы к нам пришли и участвуете в этом тяжелом процессе. Ну, он на самом деле для меня интересный, потому что как это, как делать бизнес за деньги, скажем, как работать с клиентами, я все это знаю, понимаю. И в свое время, по молодости лет, кстати, работала в администрации одного там из районов, но не в Петербурге. Я знаю тоже все эти, в период появления вообще тендерных историй в нашей стране это был, тоже очень интересный был опыт. И сейчас вот мне интересно именно посмотреть, как работает взаимодействие простого обычного гражданина, который там не депутат, никто, и как он может повлиять на то, чтобы благоустроить и улучшить качество жизни каждого жителя, ну и самого себя, естественно, в том районе, в котором он живет. Спасибо. А как вас зовут, просите еще раз? Инга. Инга, да. Инга, берите все примеры с Инги. Инга занимается тем, что мы называем ответственный и активный гражданин. Слушайте, да, это вам спасибо. Значит, два вопроса. Первый про… Что можно сказать? Да, по поводу придомовых территорий. Значит, скорее всего отказ был вызван тем, что те территории, которые были предложены, не находились в городской собственности. Или обслуживание велось не городом. Скорее всего, это, ну, как правило, да, это либо управляющие компании, либо муниципалы. И в этом случае мы не можем ничего, ну, то есть город не может ничего ставить туда, именно потому что это собственность муниципалов, я имею в виду какие-то контейнеры, им нужно передавать отдельно тогда собственность. И это отдельная история, на которую, может быть, они просто не захотели идти, потому что будет слишком долго. И организовать вывоз оттуда. Потому что управляющие компании, которые вывозят этот мусор, они, естественно, не заинтересованы в том, чтобы собирать его раздельно. Это тоже может являться камнем преткновения, скажем так, в реализации. Но у них экономической заинтересованности нет. Они, естественно, лишнюю работу себе бесплатно на голову вешать не хотят. Это понятно. Само собой. Поэтому школы в этом смысле, мне кажется, были выбраны. Я могу ошибаться, но можно Ольге уточнить, почему они были выбраны. Потому что школы в этом заинтересованы. Они платят там типа 700 рублей за кубометр вывоза, а потом они выясняют, что можно, во-первых, либо платить 100 рублей, либо вообще не платить. Потому что к ним приезжают отдельно грузовики, отдельно вывозят этот мусор на переработку. Сейчас в итоге просто мы с Ольгой общаемся. У нас вот есть общий чат, именно кто с инициативами по городу, именно по раздельному сбору. И сейчас у них школа в 200 рублей. 200 рублей платят, да. Именно за раздельный сбор, потому что там поставщик, ну тот, кто приемщик, он занимается именно раздельным сбором. Вот, соответственно, там сейчас они 200 рублей платят. Понятно. Ну вот интерес школ может быть в этом, да? То есть они сократили свои расходы на вывоз мусора. Что касается домов, они вряд ли будут в этом заинтересованы. Это должны люди говорить с управляющей компанией. Они говорят о том, что мы должны, точнее вы должны, да, организовать нам вывоз раздельного сбора, раздельного мусора. А, ну, соответственно, запрос должен быть с их стороны. За городские деньги это делать, это значит, что мы поставим туда контейнеры, даже если мы их поставим, да, если мы поставим, переведем на баланс муниципалам, они заработают. Нет гарантии, что их будут вывозить раздельно и нет гарантии, что те компании, которые занимаются раздельным вывозом, они будут забирать эти контейнеры. Мне кажется, проблема была именно в этом. И для вас это будет тоже, мне кажется, сложностью. То есть здесь нужны какие-то контрагенты, которые будут в этом заинтересованы. Можно подумать об этом, на самом деле, как это делать не только в школах. Мы на Петроградке в прошлом году думали, но ничего особо не придумали. Вот. Но может быть у вас получится с этим. Значит, второй вопрос был про… Почему только три проекта? Почему только три проекта, да. Это условия комитета финансов в этом году, потому что по опыту выяснилось, что им очень сложно сопровождать больше, чем 20 проектов в год. Вот эти вот все 17 инициатив, которые здесь есть, они сейчас, ну, какие-то идут, какие-то уже дошли даже до конкурса, но не все. Пока по существующей схеме можно реализовывать около 20 инициатив в год. Это наши ограничения, с которыми мы боремся и которые мы преодолеем, но не так сразу. Мы не готовы в этом году взять на себя больше, чем 20 инициатив по городу. Это просто иначе мы не справимся с реализацией дальше. Но я думаю, что это будет меняться, и в следующем году мы, наверное, сделаем больше. Пока это вот, к сожалению, такое у них ограничение. Потому что они занимаются сопровождением всех этих инициатив. Понятно, что ГРБС может быть другой, то есть там КРТ, например, но комитет финансов обязательно должен сопровождать все этапы сопровождения и отслеживать. Потому что некоторые комитеты могут затормозить там из разных причин и так далее. Мы хотим добиться стопроцентной реализации всех инициатив. Для нас это как бы первичная цель. Да, но это я еще вопрос задавала вот на нашей обязательной лекции. Там приводил пример со скамейками и с организацией благоустройством там на парковке деревянной, что он хотел одно, а в итоге сделали совсем другое. у меня был вопрос о влиянии на ТЗ. То есть то самое, которое уже пойдет там по 44-му закону дальше. Вот, соответственно, каким образом можно, не знаю, проконтролировать, повлиять на это ТЗ, которое в итоге будет выставлено на 44-й закон, чтобы получилось то, что хотели, а не то, что там заложено стандартно, скажем, не знаю, малая архитектурная форма, которая, в принципе, там не нужна, допустим. Да, Инга зрит в корень. Это очень важный вопрос, с которым мы сталкиваемся постоянно. Значит, все это решается индивидуально, но есть как бы общий порядок о том, что автор инициативы должен быть включен в рабочую группу, которая занимается реализацией этой инициативы в том профильном органе исполнительной власти, который является распорядителем средств. Значит, это все решается отдельно по каждому органу госласти. То есть вас обязаны звать на совещания, которые проходят по реализации этой инициативы. Они обязаны учитывать ваши предложения в техническом задании. Это прописано в регламенте реализации инициатив. Это первое. Но мы не можем, мы прописали обязаны, но не всегда это получается. Почему не получается? Ваш пример хороший, который Олег приводил на лекции, это инициатива Антона Пуренкова в 2016 году в центральном районе с парклетами. Значит, парклеты, если кто не знает, это такая интересная форма организации общественного пространства, которая в Европе, как правило, используется на парковках. Для того, чтобы показать, что эти парковки могут использовать для чего-то более полезного, чем парковка автомобилей. Там выставляют из палетов какие-нибудь разные интересные такие деревянные конструкции, на которых можно сидеть, где можно собираться и о чем-то коммуницировать. Там иногда бывают какие-то зеленые посадки, ну и так далее. Но разные есть виды. Олег показывал на лекции. Я не стал отключать, потому что это тоже отдельная история, но очень важная. Значит, Антон пришел к нам и говорит, слушайте, ну давайте мы сделаем в Питере такое, это интересно. Проблема в том, что слово парклет, во-первых, ну знал, дал немного людей до этого, а в органах госвластия это слово вообще никому не знакомо. Дело в том, что закупки по благоустройству можно делать только такие, которые содержатся в каталоге КГА на благоустройство города. Это не шутка, этот каталог существует, он, по-моему, даже в публичном доступе, если не ошибаюсь. Значит, поэтому для того, чтобы там появился парклет, нужно его туда включить. Это отдельная задача, которая требует проектирования этого парклета. Дело в том, что парклет очень такая, ну скажем так, форма, которая основана на потребностях жителей, которые пользуются этим пространством. То есть для того, чтобы проектировать парклет, нужно пойти, опросить людей, которые ходят рядом с этой парковкой или там этим местом, да, и спросить, а что вы тут вообще делаете, куда вы идете, вот хотите ли сюда сесть, а вот сюда и так далее. Значит, дело в том, что это слишком инновационная форма для органов госвластия. Да, я, допустим, я вам скажу, как это выглядит с точки зрения чиновника. С точки зрения чиновника это выглядит, ага, у нас две работы. Опрос граждан, три даже, проектирование и строительство. Опрос граждан, это в КИС, значит, это социсследование надо заказывать отдельным тендером. Проектирование это в КГА, это надо заказывать проектирование и потом строительство там, это там кто-то делает, ну, КГА может заказать, наверное. Вот или карты, если это вообще речь идет о придорожной территории какой-то, которая рядом с дорогой. То есть это вот три работы, которые нужно сделать и это, ну, это очень сложно, потому что, то есть это надо задействовать три разных комитета и нужно все это, чтобы было примерно в одном концентральном стиле сделано. Поэтому мы поняли, то есть и Антон понял, что это легче сделать самому в плане исследования, по крайней мере, вот, и в плане реализации. Они вместо парклета сделали какую-то такую скамейку, Олег показывал на лекции, да, вот какую-то изогнутую и так далее, поставили в кубц-саду и сказали, что это парклет. Вот, на самом деле, ну, то есть это было ожидаемо и это, я бы не сказал, что это такая уж тяжелая проблема. Ну, как бы так скажу так, это не плохое следствие из этой проблемы. Проблема тяжелая, потому что за государственные деньги мы можем делать очень ограниченный набор вещей. С точки зрения проектирования, с точки зрения принадлежения каких-то инноваций, в том числе в сфере городской среды, вот такая схема не очень полезна, и это правда. Значит, то, что мы можем сделать, это мы можем, например, сделать это на более больших комплексных инициативах, таких как Смоленко или таких, как какой-нибудь, например, вот Скверцоя, где мы можем реально проектирование заказать. Проектирование на эту скамейку заказать сложнее. Проектирование на парклет вообще, как бы, то есть никто не знает, что такое парклет. Поэтому так и получилось. И теперь мы говорим, членам бюджета комиссии, как правило, да, что если они приходят с такими инициативами маленькими, которые нацелены на создание одного маленького общественного пространства, мы говорим, подумайте еще раз, прежде чем подавать это на экспертизу, потому что вот возможно такие проблемы. Потому что это госвласть будет реализовывать по-своему, потому что у них такие ограничения. И мы не сможем сделать по-настоящему инновационное маленькое пространство за государственные деньги. Государственные деньги должны тратиться на целевые, целевым образом и эффективно. Самый страшный страх, извините за тавтологию чиновника, это нецелевое расходование бюджетных средств, нецелевка. За это прокуратура может очень серьезно тебя наказать. Поэтому, как бы, если ты запишешь, что я построил парклет, потом придет прокуратура, спросит, что это такой вот парклет, а что это вы тут понастроили вообще? А ну-ка пошли-ка со мной в тюрьму. То есть в этом смысле это, ну, может быть не очень хорошая идея, вот именно с такими маленькими вещами. Мне кажется, что маленькие инновации, с маленьких инноваций, которые делаются самими гражданами, начинается, в общем, то движение, которое может это привнести и донести до госпластия. Вот. Но не через проект твой бюджет, возможно. Получительная история. Нам всем большая наука. Спасибо вам еще раз. И удачи вам в Пушкине. Еще вопросы? У нас… А почему зачем адрес Петроградской район номер 3? Ага. Адрес выбирается до сих пор. Дело в том, что Петроградка имеет очень мало мест, где можно спортивную площадку сделать. Значит, я расскажу историю, потому что я там был в комиссии. Тимур хочет сделать спортивную площадку в том числе для маломобильных групп граждан, скажем так. Для того, чтобы инвалиды могли наравне с другими приезжать туда и заниматься спортом. Значит, дело в том, что пока единственное место, где это возможно в комплексе, это набережная Карповки. Ой, господи. По-моему, ближе к Невке. Мне сложно сейчас определить. Ну, да, в общем-то, ему можно было сделать отдельную площадку для инвалидов на определенной территории. Но он сказал, я не хочу этого, потому что таким образом мы загоняем инвалидов в гетто. И моя цель, собственно, для того, чтобы они занимались наравне с другими. А так они будут заниматься сами по себе, и это не имеет смысла. Поэтому мы не стали использовать эту маленькую территорию. И вот они нашли ему место на Карповке. Но я не уверен, что оно точно выделено еще под него. Это в процессе. По моей последней информации, что район был не против, что район сказал, что там она может быть. Работа в ременье временной и стерилизации? Нет. Да, можно делать это больше, как Смоленка, например, растянулась на больше. То есть мы можем распоряжаться бюджетными средствами следующего года. Если мы не можем этого сделать, мы предусмотрим так, чтобы какие-то части из бюджета следующего года могли использоваться на этот проект. Я вижу, что уже народ уходит. Я думаю, что мы задержали, что это достаточно. Да, 21.10. Спасибо всем большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...